Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзекет пришел следующий непростой вопрос. Существует ли реально продажа души дьявола? Или это литературная и кинематографическая фантазия? Сейчас мы вам все расскажем. Прайсы, скидки, условия. Библейский портал, это же наша тема. Все, готовы писать. И да, и нет. Так как вы видите это в кинематографе или читаете в книжках, конечно, невозможно. Вот сейчас подпишу документ, кровью, конечно, и буду жить припеваючи. Зато получу какие-то сверхспособности или всех врагов моих раскидает по всем сторонам света. Нет. Я уже молчу о том, что дьявол, по словам Писания, отец лжи. И любой подписанный договор не может быть в принципе исполнен, потому что он не может не соврать. Поэтому это затея, которая обречена на провал. Тем более, ну, много чести, чтобы с дьяволом встречаться. И ошибка тут несколько антропологическая присутствует. Ты думаешь, что душа это что-то где-то у тебя в левой пятке находится, и к твоей личности в принципе не сводится. Ну, что-то такое, как бы в принципе я, но не совсем я. Поэтому так легко можно с ней расстаться, потому что после смерти, ну, что я умираю, сознание умирает, на могиле лопуха вырастает. После смерти там банька с пауками. Пусть там душа это как-то живет, пусть там мучится, страдает, но зато в земной жизни поживу припеваючи. Ну, так это не работает, конечно. Припеваючи не поживешь. Сколько таких даже фильмов, кстати, есть, которые, в которых какое-то злобное существо якобы исполняет твое желание, но исполняет совершенно буквально, не так, не по сути, не по смыслу, а по форме. И ты получаешь и всей жизни невероятные страдания, и загробно, и ничего хорошего тебя не ждет. Так вот, друзья мои, душа это и есть мы. Да, человек это совокупность души и тела. Эта связь в вечности неразрывна, она разрывна в пространственном, временном контексте, но на время. Мы чаем воскресенье мертвых, жизни будущего века, и смерть упразднится, тела воскреснут и будут дальше сопребывать со своими душами. Так вот, именно души через тела реализуют все свои мысли, фантазии, мечты, пороки и добродетели. Душа это и есть ты. Продать душу это продать себя. И заключить договор с дьяволом не получится. Нет никаких заклинаний и действий, которые прямо заставят его стать перед тобой, как в сказках, как дым перед травой или кто-то. Но идем к второму пункту. Мы задаром отдаем дьяволу душу, живя порочно. Ибо за каждым грехом, за каждой страстью, которая есть привычка жить во грехе, уже непреодолимая, Стоит дьявол, стоят его слуги, бесы. И тот, кто порабощен завистью, злорадством, злословием, тщеславием, гордостью, чревоугодием, блудом, серебролюбием, раздражением, гневом, заносчивостью, желанием, чтобы было все только по-твоему, никак иначе, те, так или иначе, служат дьяволу. Поэтому душу мы не продаем, мы отдаем их бесплатно. Держи, дай мне только насладиться временно тем или иным пороком. И ладно бы это нам приносило даже какое-то утешение. Нет, после каждого греха ты чувствуешь такую пустоту, дьявольскую пустоту, адский холод. Который еще больше тебя охватывает унынием и печалью. Потому что не может отец лжи, говорящий тебе, что согреши и утешишься, не соврать. Согрешишь, еще больше огорчишься. Я желаю каждому из нас не продавать душу дьявола, не отдавать, не идти с ним ни на какие сделки, какими бы логичными они ни казались. Потому что будем все равно обмануты. Не обманывает только тот, кто есть истина, воплощенная истина, Христос. Пусть то, что он тут говорит, нам как-то не свойственно и вызывает даже раздражение. Что это за... Что вы лезете в нашу жизнь, в нашу постель, в наши отношения, в наш холодильник. Ух! Правильно с вами все революционеры в 20-х годах, в прошлого века поступали по делу. Пусть это немножко сейчас как-то не коррелируется с вашим сознанием. Но вот если жить во Христе, исполнять его заповеди, то ты будешь счастлив. Чем больше творить добра другим людям, тем больше будет смысла и радости в твоей жизни. Это все евангельские смыслы, не просто общечеловеческие. Так что чем больше будет Христа в твоей жизни, в твоей душе, в том числе через вкушение тела и плотью, и крови его, тем меньше будет доступа в нее бесам, дьяволу. И цена нашей души, она огромная, как говорит Спаситель, что все сокровища мира всего не стоят одной душе. Вот мы, каждый из нас дороже всех богатств этого мира. Не отдавайте душу свою за побрякушки, за зеркальца и бусы этим духовным конкистадорам. Отдайте ее Христу. А он, получив ее, даст тебе ее чистую, светлую, радостную, одухотворенную. Со Христом только может быть счастье, с дьяволом не может.